В совет законодателей в Санкт-Петербурге с какой просьбой намерен обратиться к председателю КЗС Александр Романенко к Владимиру Путину. Заплатите по счетам, в каких районах края долги за уголь самые высокие. Как поет война, удачные ли считают артисты театра мускомедии легендарную постановку «Азори» здесь тихие. Санкт-Петербург. Система сельхозстрахования. Правоприменительную практику в противодействии экономическим преступлениям. Александр Романенко планирует задать вопрос президенту по теме бюджетной обеспеченности регионов. Спикер Краевого парламента в частности обратится к главе государства с просьбой при распределении финансовой помощи на 2019 год сохранить подходы, использованные при расчете дотаций в этом году. Санкт-Петербург. Это на 20 миллионов больше, чем в прошлом году. Среди самых проблемных районов Шипуновский и Мамонтовский, а также город Зминогорск. Их и другие муниципалитеты призывают закрыть доли перед поставщиками как можно быстрее. Для этого из краевого бюджета в районы направили субсидии в размере 380 миллионов рублей. Отметим, в ближайшее время в регионе пройдет конкурс на поставку угля для создания резервного запаса на 2019 год на сумму в 140 миллионов рублей. Стоимость твердого топлива на следующий отопительный период выросла на 25%. Раскрыли по горячим следам сотрудники транспортной полиции Края в течение получаса задержали человека, которого подозревали в краже. Это случилось на железнодорожном вокзале Барнаула. Один из посетителей обратился к полицейским с жалобой на то, что во время сна из карманов его куртки пропали два мобильных телефона. Предполагаемый вор пытался скрыться, однако на выходе из здания вокзала его задержали. При досмотре были обнаружены пропавшие телефоны. Подозреваемый оказался ранее судим. После освобождения из мест лишения свободы он следовал транзитом из Рубцовска в Хабаровский край. В итоге доехать ему не удалось. 38-летнему мужчине вновь грозит 5 лет тюрьмы за кражу. На сцене театра мускомедии премьера. Впервые здесь решили поставить музыкальную драму по мотивам одноименной повести Бориса Васильева «А зори здесь тихи». Удачным ли первый спектакль считают артисты и что думают о постановке зрители, расскажет Елена Кузовкина, которой удалось попасть на финальную репетицию. Дрожа от холода и страха они заставили немцев отступить. Эта история о судьбе и отваге, о любви к родине известна, наверное, каждому. А зори здесь тихие. Сюжет повести Бориса Васильева не раз брали за основу кинофильмов. Непростую задачу несколько лет назад поставил перед собой новосибирский композитор Андрей Кротов, который решил литературных героев сделать театральными. В фильме есть крупные планы, есть много текста, который идет за кадром в том числе. История рассказывается каждой девушке. А здесь на сцене мы в каждом шаге, в каждом слове должны это все выразить. Мария Евтеева в спектакле Лиза Бричкина. Простая деревенская девушка. Актриса театра призналась, во время работы над персонажем на глазах нередко появлялись слезы. Не дошла, видимо, Бричкина. Главная мужская роль в этом спектакле досталась двум артистам. Михаилу Лямину и Юрию Голубеву. Сегодня он на сцене. Старшина Федот Восков, единственный, кто по сюжету останется в живых. Удар врага приняла и Женька Камелькова. Может быть, я в жизни не такая отчаянная, как Женька. Но здесь просто героиня, у нее такие обстоятельства, ей терять просто нечего. И вот даже в фильме Ольга Строумова говорит, что я очень нервная и терять мне нечего. В общем, это ее как бы такое зерно. Артисты театра все как один говорят, этот спектакль уже давно был нужен репертуару. В списке названий нет ничего столь же патриотичного. Тем более сейчас, когда ветеранов войны стремительно становится все меньше. Историю необходимо сохранять для будущих поколений. Все диалоги в основном были в песнях. Вот это не смущало? Нет, это помогло пережить как-то. Они пели, и ты понимаешь, что на войне действительно были такие чувства, как бы тяжело было. Видно то, что актеры тщательно работали, очень сильно старались. И как бы правда создавалось, да, то, что это какие-то эмоции тоже были. А зори здесь тихий. Премьерный показ этого спектакля 27 и 28 апреля с музыкальной драмой обязательно выйдут на сцену и в День Победы, 9 мая. Спасибо вам большое. Елена Кузовкина, Николай Шилко. Наши новости. В Белокурихе участники международного форума «Визит Алтай» обсудят, каким должен быть туристический продукт в условиях глобализации мировой экономики. Напомним, за четыре года проведения форум стал продуктивной площадкой для обмена опытом и решения важных вопросов в сфере туризма. Среди экспертов ведущие представители отрасли из Барнаула, Москвы, Воронежи и Санкт-Петербурга. Форум завершит свою работу в ближайшее воскресенье на Березовой Катуне, большим праздником цветения моральника. Так даже будет старт летнему туристическому сезону в Алтайском крае. Юные алтайские кунг-фуисты признаны лучшими в мире. Они произвели настоящий фурор на чемпионате Европы по кунг-фу, где принимали участие спортсмены из 15 стран. Три дня соревнований, 800 единоборцев, жесточайшая конкуренция. Но в итоге успех за Россией. Наша сборная, в составе которой шесть алтайских спортсменов, заняла первые места в общекомандном и личном зачетах. Какие перспективы для вас открывают участие в этом чемпионате? Здесь мы выступили и понимаем, что теперь на соревнованиях европейского уровня можно также смело заявляться, выезжать. На третьем открытом чемпионате Европы алтайские кунг-фуисты завоевали целый комплект медалей. На пятерых у ребят четыре бронзовые, две серебряные и две золотые награды. Я бы хотела добиться такого звания, как заслуженный тренер. Победа громкая, цели амбициозные. Уже на родине чемпионам вручают заслуженные знаки отличия кунг-фуистов. А в скорой перспективе у ребят два важных турнира. Ближайший состоится в Москве 5-6 мая. Елена Макаренко, Николай Шелко. Наши новости. И о погоде спонсор прогноза погоды ООО «Аквамастер». Синеводье «Премиум» – это натуральная, полноценная питьевая вода высшей категории качества. Добывается из скважины глубиной 210 метров. Для вашего удобства мы выпускаем воду разных объемов. Синеводье «Премиум» содержит в оптимальных для ежедневного употребления пропорциях необходимые организму элементы и является сбалансированной водой для питья и приготовления пищи на каждый день. При заказе воды назовите оператору кодовое слово «Белокурихинская» и получите подарок. 27 апреля в отдельных районах края дождь, временами с мокрым снегом, ветер юго-западный умеренный. Температура в Рубцовске плюс 10, в Лавгороде и Алейске 9 градусов тепла, 8 в Камни-Наби, плюс 7 в Бийске и Зминогорске, 5 градусов в Заринске и Белокурихе. В Барнауле возможен небольшой дождь, ветер юго-западный, местами порывистый, температура днем 9-11 градусов тепла. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи!